Короче, вчера вот говядина, мне кажется, разлетелась. Просто за какие-то считанные секунды всегда разлетелась. Алексей Владимирович, ну подскажете, кто вчера говядину готовил? Я. Мариновал. Я? Да. Есть у вас какой-то рецепт? Сегодня был мастер-класс. Сегодня я мастер-класс давал. Даже видео-версию записали. В эфире с Макс Алексеем Беляевым. Итак, для успешной подготовки фирменного БЖФ-блюда нам понадобится пабрика, смесь перцев, лук, блендер, чеснок, соевый соус, оливковое масло, конечно же мясо, пара некривых рук, 30 голодных, но очень спортивных ртов и, возможно, помощники опционально. И если вам хватит коммуникативных навыков для того, чтобы завербовать себе пару-тройку лишних рук. Итак, друзья, чтобы всех накормить, мы используем говяжью вырезку. Обычно я люблю телячью, она, разумеется, нежнее, но сегодня колдуем над более жесткой говядиной. Будем делать ее мягко. Готовим фирменное блюдо БЖФ Кэмпа. Нарезаем мясо аккуратными и большими кусками. Потом, по ходу мариновки, куски как бы увеличатся в размерах, и не исключено, что их придется резать еще пополам. Ну а пока вот так. Большому куску, как говорится, и рот радуется. Важный элемент маринада – паприка. Дофига паприки. Ловкими элегантными движениями кистью и ложкой смешиваем паприку со смесью перцев в максимально единородный порошок. Мясо оставили на сегодня побольше, но у нас мужики-спортсмены за два дня голодают. Следующий важный элемент нашего маринада – оливковое масло. Сколько? Сколько не жалко. Второй элемент маринада, без которого не обойтись – это соевый соус. Натуральный соевый соус без соли и сахара. Соус, полученный в результате натурального брожения. Это важно. Его тоже не жалеем. Мы вчера таки подумали, что сегодня народу будет много, поэтому мясо оставили на сегодня побольше. Самое муторное, монотонное, но очень важное действие. Порошком, полученным от смешания паприки и перцев, тщательно натираем куски мяса со всех сторон. Здесь важно не халтурить. Этот элемент нужен не только для обогащения вкусовой палитры, но и в процессе готовки на углях создает эффект паровой бани, образуя корочку снаружи и сохраняя сочность мяса внутри. Подготовленные куски мяса плотно складываем в специальную емкость для маринада. Укладываем мясо максимально плотненько и по мере необходимости поверх каждого слоя добавляем немного соевого соуса и оливкового масла. А чтобы натирание мяса не казалось скучным и утомительным, в процессе готовки мы используем друзей и помощников. Они не только ускоряют процесс, но и превращают его в веселый тимбилдинг. На друзей можно возложить ответственность максимально мелко нашинковать чеснок. Настолько мелко, насколько это вообще реально. То же касается и лука. Режем его на мелкие ломтики. А если вы вдруг одиночка, готовите для себя и есть будете в гордом одиночестве, то и делать все эти мелочи вам придется самому. Нарезанный лук запихиваем в блендер и перемалываем его в пюре, полное витаминов. Этот смузи, кстати, можно попробовать использовать до, после или во время тренировки. Мы не используем соль вообще, но добавляем остроты. Вообще я люблю использовать табаско, но табаско в этой деревне нет, поэтому будем использовать какой-то кавказский особо острый. Умеренно, разумеется. Измельченный чеснок и луковую кашицу добавляем в общий чан к мясу. Теперь остается все это перемешать самым тщательнейшим образом, основательно и нежно. И оставить все это мариноваться на пару часов веселой и полезной тренировки. Подготавливаем угли на мангале. Нанизываем мясо плотно на шампуры, кладем на мангал и назначаем ответственного. Человека, в которого вы верите, что он не испортит все ваши труды и блюда на последнем и немаловажном этапе. Готовится мясо недолго, а время ожидания можно скрасить чем и как угодно. Ну вот и настало. Пора побаловать желудок и вкусовые рецепторы вкуснейшим и нежнейшим шашлыком. Ну, вы же без инструкции сможете сами определить степень готовности шашлыка? Божественно! Приятного вам аппетита или слюновыделения после просмотра этого видео. Кстати, видео снято на летнем БЖФ кемпе. Следите за анонсами и по возможности присоединяйтесь к нашим тусовкам. У нас весело, вкусно и без точек.